Всем привет, друзья! Боруссия быстро вышла на трансферный рынок и начинает играть в Баварию. Лэмпорт рискует точно работать в следующем сезоне в АПЛ, а Месси, как всегда, на Кубке Америки будет делать все сам. Итак, начинаем сегодня с Боруссии, которая разрывает немецкий трансферный рынок. Они взяли и купили себе Шульца. Из Хофенхайма левого защитника, по сути, у Боруссии левого защитника не было целый сезон. Потому что там играл то Хакими, то там играл Диало. Шмельцер травмировался еще в сентябре и был травмирован до декабря. После этого он практически не играл. Он вышел на поле только пять раз и только один раз или два в стартовом составе. Ему дали в последнем матче чемпионата аж целых восемь минут, как я понимаю, на то, чтобы он попрощался с болельщиками. Ну, посмотрим, вроде бы как все идет к продаже Шмельцера. Ну, а тут стал доступен основной левый защитник сборной Германии. И, между прочим, и, конечно же, нужно было его брать, что Боруссия и сделала, и абсолютно правильно сделала. По сути, Боруссия начала действовать методами Баварии, то есть забирать игроков у своих прямых конкурентов. Вот они взяли себе еще в атаку Таргана Азара. Буквально час назад эта сделка была официально подтверждена. И это не является какой-то неожиданностью, потому что сам Азар сказал об этом прямым текстом еще несколько недель назад. Все просто ждали, когда же он официально перейдет из одной Боруссии в другую. Это типичный атакующий футболист под стиль Дортмунда. То есть он сюда впишется, не будет никаких проблем. Это замена прямая Пулешичу. Хотя Пулешич был по большей части в этом сезоне не совсем уж и основным игроком. Но Азар берется, конечно же, под основу. И если то, что пишут дальше немецкие СМИ, окажется правдой, то банда у Дортмунда собирается просто сумасшедше на следующий сезон. Потому что то, что пишут СМИ, это Юлиан Брандт, перейдет все-таки в Боруссию этим летом. Данный игрок это абсолютно универсальный атакующий солдат, который может сыграть как на фланге, так и из глубины, так и на острие, если это будет необходимо. Вспоминайте, по ходу прошлого уже сезона о Бундеслиге, Боруссии как раз таки не хватало иногда просто любого качественного атакующего футболиста, потому что когда был травмирован, либо дисквалифицирован Пако или Ройс, на острие выходили играть либо Гетце, но это еще куда не шло, на месте ложной девятки, либо даже Брун Ларсен, вспоминайте, были даже вот такие поединки. Поэтому Брандта вроде бы как отправляют в Боруссию. Вот вам и цена всех слов в современном футболе, потому что было четко сказано, что если Байер выходит в Лигу чемпионов, то Брандт никуда не уходит, а он вроде как собирается, да, пока он никуда не ушел, но об этом написали уже Кикер, об этом написал Биль, то есть это не пишет какая-то помоечная газета, поэтому в принципе этому можно начинать постепенно верить, что Брандт тоже присоединится к Боруссии. А почему же не Бавария? Ведь Бавария так сильно его хотела буквально несколько лет подряд, да потому что в Баварии все занято, и идти там это сидеть на скамейке, потому что даже после ухода Робена и Рибери там все равно все занято. Да, ты будешь играть, но ты будешь играть нестабильно, ты будешь играть мало, а тебе 23 года, и тебе пора делать следующий шаг. Это самое идеальное время, и без Брандта Байер не пропадет, потому что там выскочил откуда-то Кай Хаверц, который забил 17 голов в Бундеслиге в свои всего лишь 19 лет. Итого, какая атака собирается у Боруссии на следующий сезон, это же просто сумасшествие. Это Санчо, это Ройс, Гетце, Пако, Азар и вполне возможно Брандт. Как бы это я еще не беру футболиста второго эшелона, потому что я так понимаю, что даже нужно будет кого-то и продать, например, того же Макса Филиппа, которого они взяли, попытались заснуть в основу, он что-то не заиграл, плюс был травмирован. А в общем-то, если это все соберется воедино, это будет сильная команда, сильная атакующая команда, но эти трансферы проблемы в обороне все равно не решат. Рома решает свою проблему в обороне, они ищут себе галкипера и сделали предложение по матья Перину Ювентусу, потому что Ольсона они брали после чего-то мира как хорошего галкипера. Он неплохо выступал, но в концовке сезона провалился, он 8 матчей последних не играл после того разгрома от Наполи на стадио Олимпика, они забили ему 4 мяча, но там несправедливо все взваливать на Ольсона, потому что Ольсон был просто последним 11-м футболистом, которого Наполи разрывал. Да, он там ошибся разочек, второй, но все на него прям спустить это тоже немножечко глупо, но он больше не играл после того матча против Наполи. Вот сейчас вроде бы как становится доступным галкипер сборной Италии, между прочим, и Рома попытается взять себе Перина. Перин это приходил в Ювентус-галкипер, который, во-первых, уже попадал в сборную еще состава Дженуа, и он должен был бы стать заменой для Буфона, наследниками и так далее, но он опоздал на один год, потому что на год раньше пришел Честный, и больше никого не подпустил к основе Ювентуса. Если мы берем важные матчи, матчи Лиги Чемпионов, матчи Чемпионата, на Кубок, пожалуйста, выходите, кто хотите. Друзья, победители всех европейских топ-чемпионатов уже известны, а вот обладатели всех кубков пока нет. И наш следующий матч – это финал Кубка Германии между Лейпцигом и Баварией. Каким будет счет, и кто забьет голы в основное время матча? Пишите свои прогнозы в ответах на специальные для этого комментарии, которые, как всегда, закроются за несколько минут до начала матча. Если вы уверены в одном из исходов этого поединка, и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. Лондонский Челси готов отпустить Маурицио Сари. Все, что нужно сделать клубу, который хочет забрать тренера у синих, это заплатить Абрамовичу компенсацию в 5 миллионов. И говорят, что Интер и Ювентус готовы это сделать. И тем и тем нужен такой тренер, потому что одним необходимо просто поставить хоть какую-то игру, а другим необходимо сделать их игру хотя бы чуть менее предсказуемой, потому что она слишком проста для такого набора футболистов. И говорят, что даже результат в финале Лиги Европы не играет никакой роли. Если Сари захочет уйти, то пожалуйста, если за него заплатят 5 миллионов, то пожалуйста, никто его держать не будет. Если мы посмотрим назад немножечко, то мы вспомним, что да, Маурицио Сари в своем первом сезоне в Челси занял третье место в чемпионате, что весьма неплохо. Что самое важное, вернул команду в Лигу чемпионов. Это прям вот главное его достижение в этом сезоне. Кроме того, он имеет еще даже шанс выиграть Еврокубок. Но в Челси очень важно, чтобы тебя все принимали. И игроки, и болельщики. А вот пока у Сари с этим вообще не складывается. Он продолжает список из таких тренеров, как Луиш Филипп Эскалари, как Андрей Вилашбош. То есть тренеры, которые сами себе на уме, но при этом все же видят, что что-то идет не так. И болельщики начинают не воспринимать команду. И игроки немножечко начинают бунтовать. Ведь мы же все прекрасно знаем, да, как Кэпа не хотел меняться в финале Кубка Лиги. И еще были кое-какие эпизоды. А что самое важное, что самое важное, болельщики Челси после поражения 4-0 от Борнута и 6-0 от Манчестер Сити покрывали трехэтажным матом этот самый Сари Болл. То есть они не принимают футбол, который ставит для Челси этот тренер. И несмотря на весь этот негатив, который был у Сари по ходу этого сезона, учитывая те результаты, которые остались, он имеет сейчас шанс на абсолютно безболезненный и непозорный уход. А это редкость для тренера Челси, которого не принимают, например, те же самые болельщики. Он может спокойно с добытыми результатами, если он еще и выиграет Еврокубок. Кроме того, он оставляет команду в Лиге Чемпионов. То есть можно абсолютно безболезненно и так даже с какими-то почестями уйти. То есть так ускользнуть от того, что его может ожидать. И о чем говорят? Говорят о том, что Челси уже готов поставить на пост главного тренера своей команды Фрэнка Лэмпорда. И вот тут, конечно же, есть несколько мнений. Я бы начал все-таки с дерби. Вот все-таки начнем с той стороны. Дерби Каунти ничего не потеряет, если Лэмпорт уйдет из этой команды. Почему? Потому что если они сейчас проиграют в финале Чемпионшипа Астанвиле, то в принципе ничего не меняется для команды. Она остается в Чемпионшипе, все продолжает идти по старому. Лэмпорт перешел, Лэмпорт попытался, Лэмпорт ушел. Если же она выходит в АПЛ, обыгрывает Астанвилу, но при этом Лэмпорт уходит, это тоже не сильно влияет. Объясню почему. Потому что эта команда, которая есть сейчас, она не будет играть в АПЛ. Здесь есть арендованные футболисты. Здесь есть слишком возрастные футболисты. То есть здесь будет закупка под АПЛ. И то, что сейчас тренирует Фрэнк Лэмпорт, это не та команда, которая в случае выхода в АПЛ будет там играть. Она обновится очень сильно. Поэтому в принципе даже обновление на тренерском мостике, это не такое уж какое-то сумасшедшее влияние, что угробит дерби в первом сезоне АПЛ. Вряд ли. Вряд ли. Вот к чему я все веду. К тому, что Фрэнк Лэмпорт сейчас, он не тренирует команду для АПЛ. Потому что в этой команде есть и арендованные, и возрастные, и так далее. Это вообще не команда для АПЛ. Он всего лишь показывает лично свою жизнеспособность в профессиональном футболе. И в первом же своем сезоне в чемпионшипе его не то, что не растоптали, он играет сейчас в плей-офф, в финале плей-офф, за выход в АПЛ. То есть он доказал свою жизнеспособность. Поэтому, в принципе, принять Челси сейчас уже можно. Многие говорят о том, что рановато. Ребята, Найгельсман принимал Хофенхайм в 28 лет. Лэмпорду 40. Рановато? Серьезно? У него уже сейчас есть абсолютно все для Челси. Он свой. Он будет авторитетом для футболистов. Он был самым умным игроком английской премьер-лиги с IQ 150+. Кроме того, он начал свою тренерскую карьеру сразу с успехов. Без провалов каких-либо. Это сразу успех. Принять команду, играть в финале плей-офф за выход в АПЛ. Поэтому это не рановато. У него есть все абсолютно качества. Плюс нужно не провтыкать этот шанс для шага вперед. Потому что многие тренеры думают, что ну мы пока не готовы. Подождем. Подождем. Ждут сезончик второй. Про них начинают забывать. А новые звезды уже начинают восходить. Поэтому в принципе чего ждать, чего тянуть. Если предложение будет, его надо брать уже сейчас. И не бояться. Это самое важное. Говорят, что Лэмпорт придет, облажается, потому что он не работал на таком уровне еще. Не надо просто бояться. Нагельсман в 28 не боялся. И знаете, как-то даже в Лиге Чемпионов поиграл. Кубок Америки 2019 года будет последним крупным турниром, о котором я расскажу вам в этом сезоне на канале. Начало его 14 июня, окончание 7 или 8 июля. В общем, вот тогда мы и закроем сезон. Кроме того, мы еще поговорим о чемпионате мира Ю-20, который совсем скоро стартует в Польше. Но там далеко не все матчи будут затронуты. Я бы даже сказал, будут затронуты только единичные случаи. Самые топовые поединки. Там уже ближе к решающим стадиям. Либо, возможно, еще на групповой затронем матчи сборной Украины Ю-20. Но вернемся к Кубку Америки. Где Аргентина, которой, как обычно, нужна победа на этом турнире, назвала состав. Икарди не едет. Это не какое-то неожиданное решение. Это абсолютно нормальная ситуация. Даже сейчас можно как-то обосновать это. Потому что Икарди был исключен из состава Интера на несколько месяцев. Плюс сейчас даже не играет в основе. Не всегда выходит. В общем, ладно. Ладно, вместо него взяли Лаутаро, его партнера по Интеру и конкурента, который проиграл Икарди конкуренцию даже в том случае, когда Икарди не играл за Интер два месяца. Вот сейчас Икарди выходит всего лишь на один тайм и делает гораздо больше и больше полезной работы для Интера, чем Лаутаро Мартинес. Но таков он выбор. Взяли также Дебалу, у которого никогда ничего не получалось в паре с Лионелем Месси. Но они его взяли. Не знаю, на что надеяться. Возможно, на то, что наконец-то эта парочка как-то сыграется. Хотя я делаю ставку на то, что Дебала не будет основным игроком в составе сборной Аргентины, пока существует в этом мире Лионель Месси. Кстати, пока Месси не было, пока его не вызывали в сборную, и Дебала, и Икарди забили свои первые мячи за команду. Но это никого, конечно же, не интересует. Взяли также Агуэро, который всегда заслуживает места в сборной, но всегда играет в сборной гораздо хуже, чем в клубе. А Гонсало Игуаин все заранее предвидел. Еще пару месяцев назад официально объявил о том, что завершает карьеру в сборной. Как будто его кто-то собирался брать. Но, понимаете, это все хорошо. И это атака. И здесь можно спорить о чем-то. Здесь можно оставаться недовольным, приводить примеры, что вот надо было этого брать, либо этого брать. Но хорошо, а полузащита и защита. Понимаете, что в эти две линии даже вызвать толком некого. Я ради интереса зашел посмотреть стоимость всех аргентинских футболистов по национальности. И я увидел, что у Аргентины есть аж целых 13 игроков на всю страну, которые дороже 20 миллионов евро. Только 13. 9 из них нападающие. Кого вызывать в полузащиту и защиту? Кто будет фундаментом этой команды? Фундаментом побед грядущих? Вообще не понимаю. Для сравнения, в Бразилии 33 таких игрока. На двадцатку больше. То есть, как бы понимаете, вот она и вся разница. Вот она и вся разница. Да, можно говорить о том, что в сборную Аргентины не взяли таких людей, как, ну, например, Ламела. Хотя, ну, как бы он такой в этом сезоне. Он не играет часто в Тоттенхэме. Не взяли Папу Гомеса из Аталанта, который заслужил, в принципе, вызов в сборную. Не взяли там Лансини. Не взяли Бонегу. Еще парочку футболистов с известными фамилиями не взяли. Но это же все равно все разговоры про атакующую линию. Поэтому я вообще не вижу, за счет чего Аргентина внезапно все-таки выиграет Кубок Америки. Предпосылок для этого гораздо меньше, чем раньше. Гораздо меньше. Но иногда такие случаи срабатывают как раз-таки и наоборот. Вот предпосылок не было, а они взяли и хлопнули. Но верится в это прям с большим-большим трудом. Как обычно, в это время года есть еще много трансферных бомб. Но их мы обсудим тогда, когда об этом напишут издания, названия которых мы слышим, ну хотя бы не в первый раз. А вот Таймс написал о том, что Сульшер хочет сделать Пагба капитаном Эмью, чтобы тот не ушел в Реал. Повязка на руку. Серьезно, в 2019-м. Вы зарплату ему поднимите и заплатите компенсацию агенту, чтобы тот никуда его не продал этим летом. Вот тогда Мсье подумает. А эту резинку с буквами оставьте себе. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии под этим обзором. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся уже совсем скоро в новом Играйте Футбол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok